Окупанты увеличили применение авиации с целью уничтожения критической инфраструктуры, Генштаб. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 88-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг увеличил интенсивность применения авиации с целью уничтожения инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. Противник также не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь усилили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения села территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины. На северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояра-Лежачи, улица, Бунякина, Горки. Гремячие муравьи. На Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава шесть общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота. Ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу. Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Окупанты осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополия. Дубравная и Долгенькая. В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Кроме того, враг наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз. На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг совершил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут. На Лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерная, Закитная, Дубрава и Серебрянка. На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии. Враг обстреливает позиции сил обороны вдоль всей линии соприкосновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Оскалоновка, Пурдовка, Щедрищева и Смоленинова. Наступление отбито, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции. На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии. Противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполья, Липовом и Васильевка. Боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка, на Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Мариинки, успеха не имел. Обстреляли Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольска и Екатериновка, на Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру. На Южнобукском направлении враг активных боевых действий не проводил, сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей. В ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Осуществлял обстрелы позиций сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии, наращивает систему противовоздушной обороны. На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак врага, уничтожено 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны поразили 1 Плаорлан-10. Зенитные ракетные подразделения воздушных сил сбили 2 крылатые ракеты. А ударная авиация уничтожила 12 единиц военной техники врага. Напомним, в Генштабе рассказали о том, что армия РФ мобилизует местных жителей оккупированных территорий Украины. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Мы также писали о том, что Россия продолжает дестабилизировать Приднестровье и распространяет фейки о минировании. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.